Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Согласно недавнему опросу в ЦОМ, больше половины россиян, слышавших о чипировании, относятся к этому отрицательно. Чуть меньше половины говорят, что боятся, что их чипируют тайно. Как к этому относятся уфимцы? Давайте узнаем прямо сейчас. Погнали! Вы слышали о чипировании? Очипирования нет. Упс какая-то. Это просто чушь. Нет, мне кажется, нет такого. Это будет невыгодно. Денег не хватит. То государство придумал, то надо использовать. Как-то все подозрительно и ненадежно. Нельзя такое с людьми проводить. Придем к этому рано или поздно. Смарт-общество у нас будет все равно. Поварительное. То есть за киберпанк? Никого нельзя заставить делать то, что он не хочет делать. Хотя мы живем в России, поэтому... Нас будут слеживать всех. Как будто кто-то за тобой наблюдает, допустим, из телевизора, когда ты дома находишься. Нет, у каждого должно быть свое личное пространство и свое время. За нами, по сути, вообще давно следят? Да. У нас в кармане чип лежит. Этот? У нас и так, блин, фейсбошники проверяют все время. У вас лично или вообще всех? Всех. К этому даже можно привыкнуть. Ну так-то я не против, пускай смотрят. Но хотя бы, чтобы ночью давали личное пространство. Чем вы по ночам занимаетесь? Таким, чтобы вы не хотите что-то вам сидеть? Сплю, выпиваю, что, отдыхаю. Мне в первом классе, когда водорядки жил, вот смотри. Я самый считался секретным ребенком. У вас возможность проверить. Вот. Проверьте и поймете. А там что, вы какой-то агент секретный, получается? Вот. Граната. Я живу. Вы умерли бы. Я, как программист, могу сказать то, что, типа, это хорошо. Плюсы, возможность контролировать здоровье, во-первых, людей. Если вдруг что-то, тьфу-тьфу, не дай бог, происходит с человеком, у него есть чип, и он позволяет им пользоваться. Соответственным образом, медики всегда знают, во-первых, какая у него группа крови. Им не нужно делать какие-то лишние тесты. Они могут сразу же приступить к тому, чтобы помочь человеку. В принципе, кошельки, так же можно избавиться от них. Прикладываешь какой-нибудь это, ну, орган, да? Да. В терминал, и все, пожалуйста, оплаты. Какой, да? Например, ну, это в лучшем случае. Кажется. Больше один чип с собой носить какой-то в кошельке. Чипирование в кошелек, а не под кожу. Под кожу бумажника не против. В принципе, документы с собой не нужны, сложно что-либо потерять. Документы, которые написаны на бумажке, это лучше. И что, которые на интернете, может быть, другим людям из другого места, они будут посмотреть вот это документы. А, то есть мошенники могут отследить, а бумажку никто не украдет, если поближе к сердцу держать. Я думал, да, лучше. Тот же самый сайт госуслуг. Вы туда вбиваете свои личные данные. Все поняли то, что это удобно и пользуются. То же самое будет с чипами. Согласитесь с добровольцами, допустим? Конечно, нет. Против, конечно, против. Я, наверное, не пойду на чиперни, потому что личные свободы. Я подумал, на самом деле. То есть вы, в принципе, за? Да. Да. Почему? Вот так. Я как бы говорю, днем можно, но чтоб ночью хотя бы его не было. Собираем добровольцев. Можете с нами пройти? Вот там вагончик стоит. Давайте тогда сегодня чипируемся? Давайте. Ну вот и все. С вами был я, Мерка Здравий. До скорых встреч.